Всем привет! Портавик.ру представляет гимн стильного минимализма LG KE850 Prada. Видео знакомства с этим интересным устройством. Рассмотрим дизайнерское достижение внимательно. Ну, в общем, понятно, конечно, что тут главная внешность. Черный и очень такой, знаете, стильный прямоугольник. Ну, по-моему, даже призы какие-то получался дизайн. В общем, мне это важно, а выглядит действительно очень хорошо. Ну, конечно, я бы такой себе не взял, но слава ему полу в подарок очень даже. В женской руке смотреться будет неплохо, но лежит в ладони вообще хорошо. Такой маленький и тонкий. Мы померили габариты. Здесь 99 на 54 и 12 миллиметров вес. Меньше 100 граммов. Ну, в общем, в любом кармане устройство уместится. А вот за счет вот этих вот углов девайс так приятно держать в руке, он не выскальзывает. Только вот, знаете, наверное, 99% нарядов из показов мод в жизни носить просто невозможно. Вот и тут. Все, конечно, очень красиво, но не очень практично. Вот смотрите. Везде глянется. То есть мы взяли аппарат в руки, буквально сразу, отпечатки пальцев. Ну, можете зайти в магазин какой-нибудь, попробовать просто в руках подержать. Сами убедитесь. Вот, смотрите. Очень сильно пачкается. Хотя для девушек, конечно, недостаток, наверное, не будет большим. Три кнопки на лицевой панели. Здесь вот вызов, отбой, он же выключение и отмена действия. Кнопчики, хоть, конечно, узкие, но на поверхности выступают ощутимые. Так удобно нажимаются. Зато грани боковые тут, знаете, усеяны кнопками. Сверху отверстие для крепления ремешка. Слева заглушка. Ну, конечно, куда же без заглушки. Здесь гнездо для зарядки и подключения гарнитуры. Собственный разъем. Две клавиши регулировки громкости и быстрая активация профиля. Снизу микрофон и кнопка отсека аккумулятора. Справа здесь еще одна маленькая заглушка. Это гнездо для антенны. Здесь же кнопка блокировки, холд и одна единственная кнопка на два действия. При быстром нажатии, вот так просто нажать, активирует P3-плеер. А если подержать, ну, буквально секундочку. Активируется камера. Экран имеет диагональ 7,62 см, то есть 3 дюйма. Разрешение тут WQVGA, то есть 240 на 400. Но, в принципе, все видно хорошо. Здесь очень хороший угол обзора. Дисплей сенсорный. Он легко реагирует на нажатие. Конечно, нет мультитач, но о чем мы говорим, это же не коммуникатор. Хороший экран, качественный. Здесь крупные достаточно иконки. И в меню, в принципе, все интуитивно понятно. Достаточно удобно управлять. Что касается технических характеристик, то первое бросается в глаза, вот, да, открыв руководство по эксплуатации. Встроено 8 мегабайт памяти. Очень понятно, забавное значение, когда даже кнопка есть, да, для запуска MP3-плеера. Но в том же комплекте есть карта памяти, на нее надежда. Ставится, кстати, карточка. Сейчас покажу. Туда, вот, под аккумулятором. Тот самый аккумулятор имеет емкость для 700 мАч. По результатам тестирования посмотрим, насколько его будет хватать. Ну, все-таки тачскрин, так что нагрузки будут серьезные. Отчет будет подробно. Коммуникации стандартные. GPR-SF, Bluetooth 2.0 с поддержкой A2DP. Ну, Wi-Fi только нет. В общем, уже скоро будет подробный обзор девайса. Рассмотрим и продолжительность работы, и комплект поставки. Пока сразу можем сказать, девушкам придется по душе, да и смотрится отлично. Это Протовик, оставайтесь с нами.